Они чувствуют, находясь здесь, когда они так привели, они чувствуют силы земли, и любовь друг к другу, людей друг к другу, они все это чувствуют, они это видят, и для них это очень интересно, можно сказать. I have two more quick questions. The first one is, in my mind, Central Asia is an amazingly important region worldwide. По его мнению, Central Asia, это, наверное, как середина, центр всего мира. It is a bridge, in my mind, to Southeast Asia and Eastern Asia. It is a bridge to Russia, and it is a bridge to, in many ways, to the West. Kazakhstan itself has been a center of stability within Central Asia. And it has a long tradition in relating to various cultures that goes back to the Silk Road, times of the Silk Road. Yes. Max говорит, что Казахстан вообще считается, ну, как центральная Азия, наверное, считается, как мост, который соединяет и Запад, и Восток, да, и различные, и Россию, то есть различные, скажем так, регионы. И Казахстан считается одним из, наверное, стабильных центров Азии. Даже во времена Желкого пути он был центром, то есть всегда оставался каким-то восторг, то есть он соединял все, и сейчас также соединяет все. And we experience that in our, during our days here, that people are very, very generous and very open and very friendly. Wherever we go, we are being met with open arms and good attitude. Also, to be completely honest, you know, we travel so much, all over the world, and we are used as tourists, especially the first time, if you don't know a region. There is always problems with money in shops and taxes and things like that. Yes. Yes. And, yes, we are shocked by the amount, how honest everybody is, yes. Они были шокированы тем, что все такие честные. Мы чувствуем, что каждый такси-драйвер, в каждом ресторане, они делают специальный момент, чтобы быть честными и честными с нами. Так как вы выросли в Казахстане, он хочет узнать, как у вас появилось отношение? Вы это видели в семье или в многонациональной стране? Или вы это видели с других? Или перенимали, или это просто сроду так? Все это воспитывается в людях, которые рождаются в Казахстане с рождения. Мы в этом выросли, это наши традиции. Вот в этом они, наверное, и состоят. Дружелюбность и открытость. У нас в любой момент мы можем встретить гостей. И мы всегда рады гостям. И самое лучшее мы отдаем своим гостям. У нас так в воспитании. И это порядочность, это тоже наша традиция. Вы видите, Кадак люди, они просто выросли в этом. Это наша традиция. Мы не отдаем ее от кого-то. Это было от наших родителей. Наши родители были от наших родителей. Мы всегда рады, чтобы мы увидели гостей. Мы всегда были открыты. Мы даем все лучшие для наших гостей. Даже если мы не можем ничего сделать. Мы пытаемся дать. Это просто нашим пониманием, нашим традицией. Это будет так, это было так, и это сейчас так. И, наконец, я думаю, что моя последняя вопрос к вам всегда, если вы говорите в таком случае о современном Казахстане, о силах женщин в современном Казахстане, о важности традиции, это одна из причин, в моем мнении, для стабильности страны. Упс! Сейчас я хочу спросить у вас про лидерство женщин в Казахстане. То есть, если говорить о современном Казахстане, лидерство женщин, как это связывает с традициями, можно сказать? То есть, я вот так понимаю. Я думаю, что даже в лидерстве женском существуют определенные традиции, потому что для женщины всегда была важна семья. И все, что она не делает, она делает во благо своей семьи, своих родителей, своих детей. И развиваясь, она развивает все те, кто окружает ее, и развивает свою страну. И, наверное, в этом тоже есть наша традиция. Я пытаюсь объяснить связь между современными женщинами, лидерство женщинами и наши традиции. Вы видите, сейчас они все вместе. Я понимаю, что мы пытаемся быть современными, что мы развиваем, но мы никогда не забываем о наших традициях. Мы держим их. Потому что все, что мы делаем, мы делаем не только для нас, мы делаем для нашей семьи. Мы пытаемся развиваться, мы пытаемся, чтобы получить деньги, мы пытаемся помогать наших родителей, мы пытаемся помогать наших детей. И все это делаем для наших родителей, для наших детей, и для наших будущих жизней. Для тех людей, которые всегда окружают нас. Потому что это очень важно знать, что они тоже в хорошей позиции. Поэтому мы пытаемся быть современными, но и тем временем, мы продолжаем. Мы продолжаем традиции. Да, традиции. Мы, может быть, может быть, мы иногда можем быть счастливыми. Мы всегда пытаемся быть honest, как мы уже были. Это почему они, может быть, могут быть вместе. Мы продолжаем традиции. Мы продолжаем, но мы продолжаем. Я понимаю. Это потрясающе. я очень рад, что вы говорите, это здесь. Потому что может быть, весь мир пытается найти способ, как мы можем изменять и как мы можем следить за временем в таком, 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 в таком. Эста и対, если мы nails